Вот меня спрашивают Так как было крещение и начался великий пост с 19 февраля по 7 апреля Отсюда вопросы Полезно ли окунаться в прорубь и вообще моржевание? Окунаться в прорубь и моржевание Они будут приносить тогда пользу, если вы к этому морально готовы Если у вас имеется какой-то страх перед холодной водой Перед всеми этими процедурами Естественно никакой пользы они приносить не будут Поэтому должна быть моральная готовность принять эти процедуры Хорошо было бы, чтобы вы их еще и полюбили Но для того, чтобы их полюбить, надо поокунаться Попробовать это дело Значит, если быстро окунаться То тут получается очень интересный такой процесс Буквально таки целительный Оказывается, на мембране наших клеток имеется заряд А электрическое поле, которое вокруг нас Которое внутри нашего организма Она под действием холода сжимается Вот это сжатие ведет к тому, что там возникает от энергии сжатие Там теплота, также мембраны клеток, которые имеют свой заряд Они, значит, перезаряжаются Обычно больные, нездоровые клетки Они имеют не такой заряд, который положен Так вот, быстрое окунание или обливание холодной водой Оно ведет к тому, что этот заряд становится правильным И клетка начинает работать То есть, как говорят знающие люди Которые исследовали феномен Порфира Корнеевича Иванова Что здесь происходит мгновенное лечение Среди характеристики сразу же меняются Значит, с больных на здоровый И получается такой прекрасный эффект Более того, я, значит, скажу такую вещь Порфирий Корнеевич Собрался ехать на какой-то съезд партии Коммунистической партии И рассказывать о своей методике закалка-тренировка И он всегда ходил в своих этих шортах И прогуливался уже по перрону Ждал поезд И его, значит, КВБшники, так сказать, мягенько взяли Потому что все уже знали Что это за человек И так когда раз доставили в больницу Мол, полежи, съест, пройдет Не надо тут носить всю мятицу в народ И там ему сделали прививку Врач сказал Мол, так и так Вот, если что с тобой случится А ты прививки не сделал Спросят с меня Делай Ну, Порфирий Корнеевич такой мягкий Человек Пошел на встречу Сделали прививку И от этой прививки у него поднялся жар Короче, началась такая ломка огромная Что он из такого человека Где-то килограмм, наверное, на 110 А то может и больше Рост повыше, чем у меня Он, значит, дошел что-то там Килограмм до 60 Сдал То есть он болел И его подвижники Уже выпросили из больницы Дайте нам его Мол, он у нас тут дома умрет И вот он лежит дома Немощный Больной Приходит к нему один ученик Говорит Порфирий Корнеевич Ну ты же говорил о том, что О вечной жизни О здоровье О этом Как-то ж это А тот собрался умирать Вот И Порфирий Корнеевич говорит Ну, тогда начнем По словам очевидцев Что они делали Поставили посреди хаты корыто И через каждые, по-моему, там час или два Обливали его холодной водой Холодной водой Выходил Выводили его под руки на Выводили его под руки на свежий воздух Он там делал в духе жизни Кстати, я могу как-нибудь показать Как этот вдох жизни делается Да и сейчас я покажу Вот И Прошло где-то два или три дня И он, представляете Не просто Вот В результате болезни Скидывается масса тела Ну, допустим До 60 килограмм И тот же врач Который Его Лечил с помощью этой прививки Видит, что это доходяга Да Пригласил этого врача Где-то через Три денечка Вот Он к нему пришел И не поверил Он набрал Ту же массу тела Представляете Насколько мощный Идет вот этот Биосинтез Биоэнергетика От Вот этих вот Обливаний Но Здесь важно Вода прокатилась Или вы только Раз Окунулись И выскочили Вот Когда вот это происходит Вы чувствуете Как вас Изнутри Обдает жар Сначала Да Холод А потом жар Вот это вот И есть Включение Вот этого Удивительного Механизма Оздоровления И исцеления Если же вы Будете Больше там сидеть То наоборот Он не сработает То есть Поле должно сжаться Это энергетическое Магнитное поле Которое у нас есть Да Оно должно сжаться И расшириться То есть От охлаждения сжалось Расширилось Вот тогда вызывается эффект А если вы Дольше сидите То есть Оно сжалось От холода И все И туда может Внедряться Ипатогенная энергия Холодно Вы можете Перемерзать Все что угодно Может С вами быть Начнут потом Там суставы болеть И прочее Прочее То есть Долго В холодной воде Не следует быть Потому что Этот эффект Тогда пропадает Именно целебный Там Несколько иного Далее Насчет Моржевания Оказывается Моржевание Моржевание И моржевают Те люди У которых Согласно Индивидуальной Конституции Имеется Выражена Значит Собственная Конституция В которой Выражен Значит Это Желчь Жизненный Принцип И Слизь Слизь Это большое тело Желчь Это жар Внутренний Таким людям Постоянно Жарко И Более-менее Нормальное Моржевание Без Таких Экстримов Заплывал Там На час Или еще Куда-то А вот Оно Значит Их уравновешивает Им Это нравится Она Даже Их Подсушивает Потому что Холод Подсушивает Тело И Люди Чувствуют Больше Энергии Добавляется Сухости И Движение Это Энергия Ветра Называется И В результате Они себя чувствуют Хорошо Говорят О От этого Но Если Вы Сами Такие Вот От Природы И Мерзнете Понимаете Вам Моржевание Не подойдет Вот Обливание Резкое Окунание Да А Вот С моржеванием Ну Это Не ваше Согласно Индивидуальной Конституции Она Вам Все больше Вас Охладит Подсушит И У Вас Все эти Процессы В организме Станут Еще Хуже Появятся Запоры Беспокойное Мышление Пропадет Сон И Прочие Прочие Вещи Поэтому Это Не про Вас Значит Первый Вопрос Разобрали Кстати Он у меня Описан В книге Закаливание Водолечения И По-моему Уцелительные Силы Где-то Второй Том Чтоб Вы знали Что Можете Сами Почитать Разобраться Там Я Пишу С позиции Ученых И Прочее Прочее Продолжение следует